Привет! Мы с вами находимся на востоке Москвы, в районе Гальянова. И здесь от Щелковского шоссе и до Курганской улицы проходит Хабаровская улица. С двусторонним движением автомобилей транспорта в одной полосе в каждом направлении, но на участке от Ульсурийской улицы до Щелковского шоссе. Она бульварного типа, с двумя проезжими частями, с односторонним движением автомобилей транспорта. Под бумбалосам в каждом направлении разделены сквером с газонами, с деревьями и кустарниками, а также пешеходными дорожками и скамейками. Также здесь можно погулять по этой части улицы, по этому отрезку. Но улица довольно длинная и она больше двух километров. До 1160 года здесь находился подмосковное село Гальянова, которое, соответственно, потом вошло в посад Москвы и, соответственно, уже теперь стало районом московским. И, соответственно, улица сначала, ну, когда она была проложена, очевидно, в селе это ее не было, Гальянова. Здесь была другая планировка, естественно, была другая застройка, не ту, которую мы сейчас видим. В общем, все, что здесь построено, и все дома, и всякие объекты, они есть не моложе 1160 года. Ничего не сохранилось от того, что было до того, как эта улица вошла в состав Москвы. Ну, вернее, не эта улица, а этот район. Ну, а потом уже была проложена эта улица, которая сначала в 1170-м, в 1885-м годах называлась Красноярская улица, а в 1885-м, в 1889-м годах улица Черненко, ну, очевидно, в честь умершего генерального секретаря СССР Константина Черненко. Был такой, он один год с его правил нашей страной, ну, тогда Советским Союзом, получается, да? Ну, потом умер. И нам, честь него назвали. Но в 1889 году улица получила современное название по географическому принципу, по городу Хабаровск, который является краевым центром на Дальнем Востоке. До него, примерно, 6000 километров ехать от Москвы. Ну, понятно, и с расположением на востоке города, откуда до Хабаровска идут автомобильные и железные дороги. Улица типичная окраинная, спальном районе, жилищно-социальная. Жилые дома здесь все, кроме... да, все жилые дома здесь построены в советское время. Я хотел сказать, кроме двух, один, один, другой, 14-й этаж дом, но эти дома, они были построены в 1890-м году, то есть уже в самом конце советского времени. То есть они тоже попадают в советское время. Получается, что все дома тут были построены в советское время. А дома здесь довольно высотные, 9, 12, 14 и 17-й этажные дома. И дома были построены в 60-е, 70-е, 80-е, до 90-го года. Вот два дома, последние были построены как раз в 1890-м году. Один 17-й этажный под номером 2, другой 14-й этажный под номером 2, то есть один в начале улицы, другой уже в конце. Ну и также на улице находятся два детских сада, три школы, торговый сервисный центр с университетом «Пятерочка» под номером 4, в 1889-м году постройки. И также торговый центр «Манго» под номером 15, двухэтажное здание, в 1878-м году постройки, бывший университетом 12 месяцев. Ну и еще есть просто продуктовый магазин, здание под номером 27. Вот, собственно, и все, что мы здесь, в принципе, и видим. Ничего интересного здесь нет, но зона отдыха, она, в принципе, конечно, может им представлять определенный интерес, конечно, для именно прогулок, для такого, в принципе, времяпровождения, особенно у кого есть это в свободное время, и его довольно много. Может, имеет возможность сюда приехать. Ну, а дайкать сюда лучше от Первой Щелковской, самая ближайшая станция метро, конечная станция «Синие ветки», и дальше на автобусах 3, 68, 171, 223, 207, также троллейбусах 32, 41, 83. Ну, в общем, видите, здесь с транспортом довольно-то хорошо, и рядом на Щелковском шоссе полно транспорта, ну и по этой улице тоже. Вообще, транспорт проезжает. Приятные прогулки, до новых встреч на улицах Москвы. Продолжение следует...